Так, горы. Почему у вас нет? Камера, мотор, микрофончик где-то здесь висит. Сегодня мы будем творить. Привет, красотка! И сегодня на моем канале бьюти-видео дождались, да? Я знаю, что вы соскучились по макияжам, по краскам, по новым лейфхакам, но я должна признаться честно, в жизни я сейчас крашусь очень мало, и новых лейфхаков у меня нет. Поэтому сегодня буду вспоминать старые. Вообще буду, мне кажется, заново учиться краситься, собственно. Я так и назвала наверняка видео. Последний раз я наносила тон, наверное, на день рождения Евы в мае. И в жизни я просто окрашиваю брови раз в две недели. Иногда наращиваю ресницы. Если не наращиваю, то я наношу тушь, и все на этом. Я не знаю, может, потому что я стала мамой, и времени стало намного меньше. Блин, крепко. Ну ладно. Но я люблю макияж, я люблю творить, я люблю краситься, действительно, когда мне этого хочется. И сейчас это еще, наверное, более ценно. И сегодня, вообще, где я нахожусь, надо, наверное, объяснить. Мы сейчас в Сочи, на Красной Поляне, в горах. И мне пришла гениальная идея, скажите, ведь, сделать целую рубрику из путешествий, когда я снимаю вам макияж или вопрос-ответы плюс макияж на балкончике. Суть в том, чтобы это было в путешествии и второе на балконе. Как вы помните, почти год назад я такое видео снимала из Швейцарии, тоже на балконе какие-то волосы. И так, мама прислала сообщение. Видите, как удобно сейчас с этими часами. На самом деле, до сих пор с ними не разобралась. Горы потрясающие, которые хотелось бы, чтобы здесь вы тоже увидели. Камера не берет, то есть она выбрала мое лицо в фокус. Ну, наверное, это тоже неплохо. Вот здесь вот горы красивые еще. Просто еще очень солнечно, и все это немножечко обесцвечивается. А еще, чтобы нам было всем веселее, потихонечку я буду наносить тоник. Я попросила вас в Инстаграм задавать мне откровенные вопросы. Я, на самом деле, только что после души, и у меня вообще волосы еще вот в таком вот состоянии. Вот так они у меня обычно сохнут, просто сами по себе. А вы, конечно же, берите водичку или чаек, чтобы вместе со мной что-нибудь пить. У меня здесь... Кто-то кусает, как будто меня нет. Никого здесь нет? Тут клопы, кстати, повсюду. Вот это страшно, я вам скажу. Наношу крем после тоника вот такими замечательными движениями. И, на самом деле, у меня этот балкон особо не разделен, знаете, с соседним балконом. Поэтому я надеюсь, что никто не выйдет. Хотя вот на пост в следующем балконе только что сидела девушка и разговаривала с кем-то по-итальянски. Но мне очень нравится, что на этой камере есть возможность вставить микрофон. Я сменила свою Canon GC-Mix. Это вообще самая такая распространенная камера для блогеров Canon GC-Mix. Потому что она миниатюрная, хорошо снимает. Автофокус. Вот. Но огромный минус, что ее нельзя использовать вот так вот. Типа поставить и разговаривать, чтобы звук был чистейшим. А я очень люблю чистейший звук. Что мы сегодня вообще будем делать? Мы будем мало того, что наносить такой хороший тон, красивую бархатную кожу сегодня будем не делать. Так еще и хочу сделать красивый осенний макияж, золотистые тени. Что еще? Подвод. Вот. Первым делом я наношу тон. Я с собой не взяла никакой тон, поэтому для видео я специально пошла в Ревгош и купила здесь тон. Попросила не очень плотный. Мне дали вот такой. Кстати, впервые девушка пробовала вот здесь мне сразу же. То есть обычно мне предлагают на руке. Но чтобы вы понимали, наши цвета, руки и лица очень сильно отличаются. Поэтому я... Зеркало. Где зеркало? Нет зеркала. Ааа, у меня есть на румянах зеркало. Как я люблю такие вот палетки. Клоранс. Хорошая румяна. Но еще и можно посмотреть на себя в зеркало. Наношу кисточкой. Я почему и не крашусь, наверное, почему и не требует это особого внимания, мое лицо. Потому что тон достаточно ровный. Даже прежних высыпаний, которые могли быть иногда на лбу или на подбородке, у меня бывали такие раз в месяц. У меня сейчас их вообще нет. Очень этому рада. И как-то, видимо, одновременно с этим не хочется ничего и тонировать. Хотя макияж для меня это вообще далеко не про замаскировать. Мне действительно нравится краситься именно как этот процесс. Давайте начнем с такого вопроса. Не самого приятного, наверное. Как я отношусь к хейту? Вообще, если разобрать, что такое слово хейт, да, потому что сейчас немножко смена понятий может произойти. Это как бы ненавистники твои, да, можно сказать. Хейт по-английски ненавидеть. Как можно относиться к людям, которые ненавидят твое творчество, но при этом они заставляют себя смотреть меня, комментировать одними из самых первых посты или видео и писать какие-то гадости, оскорбления или то, что их не устраивает или просто отписка. Более того, создавать левые какие-то аккаунты и писать еще с них, ставить себе лайки на их комментарии. То есть вот как я могу относиться к таким людям? Ну, честно сказать, мне их жалко. Жалко, что они не интересуются своей жизнью. Потому что если мне не нравится чье-то творчество, если мне не нравится чей-то контент, у меня какой-то простой механизм действия, я просто не смотрю. Все. И, кстати, часто у таких людей аргумент очень весомый. Ты блогер. Ты когда становилась блогером, ты должна была быть к этому готова. Так что терпи оскорбления и так далее. Ну, как бы здесь есть доля правды в том плане, что когда ты становишься публичным человеком, не нужно ждать, что тебя будут все любить и ты будешь всех устраивать. Конечно, нет. Но и то, что человек сразу же должен быть готов к оскорблениям, да, то есть к каким-то абсолютно ненормальным вещам для здорового человека, то есть к тебе в жизни так вот не подходят и никто не говорит. Это, кстати, главное вот отличие, потому что в онлайне все такие смелые, как бы создал левый аккаунт, почему бы не написать всем, какие все плохие, как они что-то делают не так. И вот отличная проверка, если ты можешь лично подойти человеку в оффлайн жизни и ему сказать это лично, то пиши комментарий. Я бы давным-давно уже перестала заниматься тем, чем занимаюсь, если бы близко к сердцу принимала каждое слово. Другое дело, критика. Это то, с чем иногда путают хейт. Она может помогать развиваться как раз-таки, и я очень рада, наоборот, когда люди могут посоветовать, например, что-то изменить со звуком, с картинкой, добавить что-то в рубрику, предложить какие-то идеи новые. Я добавляю себе контуринг. Это Maybelline Master Sculpt. Кстати, кто со мной давно, вы сейчас наверняка узнаете, что это вообще такое приклеено на палетку. Просто вот напишите мне в комментариях. Где-то раз в полгода, вот что касается критики, я, наоборот, в сторис у себя прошу вас дать обратную связь, что я могу делать лучше на своем канале, в своем инстаграме. Потому что, когда ты примерно каждый день делаешь одно и то же, глаза могут быть зашоренными, и тебе просто нужен свежий взгляд, свежее мнение. Знаете, как прекрасно видеться на расстоянии, да, вроде бы, Дермонтов писал. Я добавляю румян. Кстати, вот если у меня есть доп-минутка, по возможности румяна вот я добавляю часто. Они как-то сразу намного здоровее делают вид. А мы перейдем к следующему откровенному вопросу. Когда ты в последний раз чего-то очень сильно боялась? О боже, прямо сейчас я вижу клопа на своем столе, вот чего я боюсь. О боже, он ползет на меня, он ползет на меня, девочки. Блин, 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 блин. Как же сделать так, чтобы я его не трогала, но он ушел? О, нет, 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 что-то нужно делать, видите? Вот этой кисточкой я сейчас буду его провожать отсюда. Я его пытаюсь запугать, типа, не трогать его, потому что это его, конечно, место обитания, но он не уходит. Окей, я возьму расческу, потому что расческа чуть-чуть побольше, а еще я сделаю вот так вот, чтобы, если что, его не задеть рукой. А вот он сам уходит, там нету их братьев. Самое неожиданное, когда они начинают прыгать на тебя. Фух, все, хорошо. Реально интересно, очень совпало, конечно, когда в последний раз очень сильно чего-то боялась. Но нет, я хотела поделиться кое-чем другим. Те, кто за мной следят в Инстаграм, наверное, уже знают о моем прыжке. О том, что здесь, в Сочи. Я решилась на прыжок с Банжи 207. И, окей, сам прыжок это не самое страшное, что могло произойти на самом деле. Потому что все пошло не по плану. Не знаю, мне кажется, просто надо посмотреть это видео. Оно загружено у меня в IGTV. Тот день, наверное, тот момент, когда, вот говорят, вся жизнь перед глазами пролетела. А у меня, нет, она у меня не пролетела. Это как будто была мини-смерть, понимаете? Потому что, во-первых, для мозга абсолютно нестандартная ситуация, что ты летишь в свободном полете, и ты как бы срываешься в бездну просто. А еще и вот этот безумный стресс от того, что у меня не получилось отсоединиться от карабина и сесть как бы на попу. Ну, в общем, надо посмотреть вам видео. Фу, до сих пор, когда я говорю об этом, вспоминаю, у меня потеют ладошки. И это было самое, наверное, страшное, что было в моей жизни. Мне прям кажется, что это как-то меня изменило. А знаете, бывают такие эксперименты, типа... Надо что-то дальше наносить, а то я разговорилась. Бывают такие эксперименты, когда, типа, хотят раскрепостить человека. Психологический такой момент, я вот эти вот два цвета смешаю. Его отправляют на вот такие вот прыжки на какие-то. И после этого он как бы становится более открытым, больше уверенности в себе появляется. Я не скажу, что у меня проблемы с уверенностью в себе. И я не скажу, что это меня как-то раскрепостило сильнее. И я теперь вообще ничего не боюсь, могу подойти к любому человеку, начать там стендапить. Первые сутки после прыжка я прямо была сама не своя. Действительно, видимо, мой организм и тело, они сказали, ах, ты так с нами. Ну, окей. Тени такие блестящие, очень красивые. Это будет наша подложка базовая такая. От Vivienne Sabo палетка. На самом деле, я взяла всего одну кисточку, поэтому лишнее я просто стряхну. И сейчас возьму другой цвет. Буду уделять складку века. А мы идем дальше. А последний раз, когда я боялась чего-то именно в детстве, вот если прыжок это был самый последний раз, а если последний раз перед этим разом, то так сильно чего-либо я боялась, когда однажды я осталась одна дома, маленькая. Ну, насколько маленькая, типа нормально. Я уже была в школу ходила, там какой-то класс у меня был. Но суть была в том, что мама возвращалась с работы в определенное время всегда, где-то в 6. А тут она вернулась раньше. Но я не знала, что это именно мама стучится в дверь, потому что у нас не было звонка в дверь. У нас был именно домофон. И то ли домофон в этот день сломался, то ли ключи мама забыла. Короче, получилось так, что мама через две двери мне стучала и довольно-таки громко стучала. И я звоню маме по телефону, чтобы узнать, мама это стучится или нет. А у мамы телефон выключен. У нее разрядился, знаете, это прям коллапс какой-то. Все против меня, все против нас. Мама просто, ничего не подумав, наверное, она просто стучит. А я-то ни разу не уверена, что это мама. И мне, наоборот, стало страшно, что это кто-то, потому что слишком громко как-то стучат. И странно, что мама недоступна. Я начала уже себе придумывать, что вдруг кто-то захватил маму, поймал маму, привели к нам домой, чтобы нас обокрасть, меня тоже украсть. Не знаю, в общем, у меня очень сильно било сердце. Я в панике абсолютно взяла на кухне нож, взяла его просто в руки вот так вот. Я не знала, что я с ним сделала бы, но я просто его взяла, чтобы чувствовать себя безопаснее. И тут как взрывается просто звонок в домашний телефон. Домашний телефон, еще были домашние телефоны, кто помнит это время. И там чужой голос мне говорит, открой маме. И сбрасывают. И просто в этот момент мне еще хуже стало. Оказывается, мама догадалась спуститься на этаж вниз, позвонить соседке и сказала, позвони Саше на дом, чтобы она мне открыла. И, видимо, у мамы как бы в голове особо не было вот этой картины, что я сейчас могу с ножом стоять, бояться этого человека. Я еще сильнее просто в пол, в шоке, что это действительно какой-то маньяк звонит, и еще и мамы прикрываются. По-моему, знаете, как все это разрешилось? То есть я сидела, значит, дрожала на полу в коридоре, еще некоторое время не открывала. И потом все-таки мой мозг дошел до того, что а вдруг все-таки? Это действительно сейчас никакой не маньяк, а это просто мама. Вот смотрите, какой карандаш я беру параллельно с золотой. И буду пытаться себе рисовать красивую стрелочку. И я начала прислушиваться. Приоткрыла сначала одну дверь. То есть если бы это был маньяк, то в целом нас бы разделяла еще одна дверь. И начала прислушиваться ко второй двери. Что там вообще происходит? Вдруг там кто-то разговаривает между собой? И я услышала голос мамы. Она говорит, Саня, Саня, открой. Она, наверное, уже поняла к тому моменту, что я могу переживать и волноваться. И мы сделали вывод с мамой, что в следующий раз, если такое произойдет, она сама позвонит с домашнего телефона соседке, своим голосом скажет, чтобы я не боялась больше. Следующий откровенный вопрос. Почему людям сложно полюбить себя? Как ты считаешь? Мне кажется, вообще, что это веяние достаточно новое про любовь к себе. Потому что то, как воспитывали, например, наших родителей, а то и наших бабушек, дедушек, вообще наоборот, забудь про себя. Ну и жили раньше по-другому. На самом деле меньше было благ. Люди ценили просто то, что у них хотя бы есть хлеб на столе. И вот сейчас, когда мы уже живем в эпоху возможностей, у нас намного больше действительно выбора во всем. Ну, касательно еды, касательно одежды, касательно увлечений, заработка. Люди уже начинают думать все-таки о себе. Сейчас потихоньку люди начинают понимать, что здоровый эгоизм – это хорошо. Когда ты думаешь сначала о себе, когда ты наполняешь свой сосуд, когда ты умеешь людям границы отстаивать и давать понять, как тебе хочется, а как тебе не хочется, как тебе не нравится. А еще плюс ко всему – это не так-то просто. То есть это достаточно долгий путь, когда ты действительно работаешь над тем, чтобы принять все свои комплексы, полюбить себя, прислушиваться, начать к себе, вкладывать в себя без чувства вины и без чувства того, что ты слишком там на себе как-то зациклен. Люди потихоньку к этому приходят, но это не в один клик. Самое главное, что это открывает удивительные возможности, действительно меняет жизнь, просто меняет жизнь в совершенно другое русло. Когда ты с позиции жертвы переходишь в позицию творца, и ты осознаешь, что от твоих мыслей, от твоих поступков зависит полностью твоя жизнь. Неважно, кем ты родился, это всего лишь изначальные базовые настройки, с которыми ты можешь делать, что хочешь на самом деле, а не всю жизнь, наоборот, на это ссылаться, говоря, что вот мне не повезло. Вообще это мне не повезло, эта фраза, это слово, слово-паразит. Заложили в мозг, что бывает человек удачливым, у него может все получаться, ну, получается у тех, кто что-то делает. Конечно, редко, и часто нам западают, кстати, такие случаи, редко, когда человек палец о палец не ударил, и у него вроде бы все в жизни хорошо, но это чаще всего исключение из правил. Продолжает ли Денис использовать диски с тоником? Очень откровенный вопрос, девочки. Но, кстати, да. Иногда он забывает, но я напоминаю, и он сам видит то, что от этого кожа лучше становится, и не только тоник, кстати, еще крем. Почему никогда не говоришь о родителях в своем блоге? А что говорить тут? Папа нас оставил, когда мне было 7 лет, и в целом, конечно, мама у меня, основной родитель. Вот. Не знаю, как это комментировать. Обиды я ни на кого не держу. Раньше держала. Но потом поняла, что это... Мне же хуже. Мне же дороже. Ну, а самое главное, что я поняла, что все не просто так, и, значит, для чего-то мне нужен был этот урок. И такой опыт в жизни. До сих пор мой любимый карандаш и фроше. Это Шотен 02. Под мой цвет волос и бровей. Просто идеально подходит. У нас, вообще-то, впереди подводка еще. Следующий вопрос. Остались ли у тебя растяжки после родов на груди, ягодицах или бедрах? Как будешь восстанавливать грудь после ГВ? Очень переживаю за это. Скоро роды. Ох. Мне кажется, лучше бы женщины переживали за то, как максимально мягко принести малыша в этот цвет, как максимально хорошо восстановиться после родов, как наладить грудное вскармливание и восполнять свой ресурс после родов. Вот это, мне кажется, самые важные вещи. А все, что внешне сопровождает этот прекрасный период, меня, если честно, вообще нисколько не смущает. Растяжки у меня есть. Растяжки у меня есть на груди, есть растяжки на бедрах. Я тоже считаю, что это часть нормальной жизни. Кремы какие-то не помогают в этом плане. Ну, можете попробовать, но чаще всего это вопрос генетики. Да и как-то меня это не напрягает. Я не знаю, это как шрамы, как морщины с возрастом. Я действительно не буду бояться морщин, когда они будут появляться. Ну, конечно, красиво, когда кожа такая молодая, натянутая, но всему свое время. И значит, в какое-то время мы походим с морщинами, и это тоже нормально. И, как мне кажется, первое чувство к своему телу должно быть. Это чувство благодарности просто за все, что оно для тебя делает. Оно вынашивает ребенка. Вот просто представьте, из клетки, ну, окей, из двух клеток появляется малыш. Он растет, кожа на животе растягивается, твои органы двигаются. Ты питаешь просто целую жизнь, а потом проходишь через роды. Появляется новый человек. Я не говорю, что нужно на себя забить. Просто важно, чтобы это был здоровый подход. Сходить к остеопату, посмотреть, есть ли у тебя опущение органов, если надо что-то подправить. Сходить к остеоправу, сходить на массаж. Что было бы, если бы твои родители были против Дениса? В целом, если и слушать кого-то из родителей, то я, конечно, бы прислушалась к маме. Возможно бы, как-то ее подуспокоило бы. Но в итоге, конечно, сделала бы так, как чувствует мое сердце. В свое время у мамы был свой выбор. Сейчас это моя жизнь, поэтому я бы поступила так, как чувствую. Вот сейчас немножко странно, кажется, этот переход, но когда я накрашу ресницы тушью, будет намного лучше, потому что появится такая четкость. Я это как бы вам говорю, и сама на это надеюсь. Как не орать на детей? Я бы сказала, что вообще, откуда это желание орать на детей? То есть мы же все понимаем, даже тот человек, который задает этот вопрос, скорее всего, понимает, что это не хочется делать, не совсем это решение проблемы, так скажем, наорать. То есть этим все равно ничего не решишь. Наверняка, как бы нужно копать глубже, и, скорее всего, почти всегда ответ на вопрос будет просто, чтобы родители были в ресурсе, чтобы у родителей были силы на их родительство. Для каждого родителя это, наверное, свое, то есть кому-то нужно работать, то есть постоянно не быть 24 на 7 с ребенком, чтобы не выдыхаться и не перегорать, так скажем. И тогда нужно находить альтернативные способы, например, няню нанимать на какое-то время, или бабушку просить, то есть чтобы восполнять свои силы, потому что, конечно, когда ты просто хочешь орать, это не от мудрости, не от большого ума, просто это недостатка сил. Надо себя пожалеть, надо себе дать воздух. И это вопрос не одного раза, конечно же. Нужно прямо сесть и честно самому себе на вопрос этот ответить. Что тебя наполняет, что тебя делает живым, чтобы не срываться и просто быть адекватным родителем. Потому что я, конечно, понимаю, иногда силы заканчиваются. У меня тоже бывают моменты, когда я вообще как будто без сил и вроде бы даже ничего такого не делала, физического, да, но это какое-то другое опустошение, эмоциональное опустошение. И вот когда я осознаю, что все, похоже, из меня уже высасывать вообще нечего. То есть я уже не могу не то что отдавать любовью, я уже просто хоть как не могу отдавать. Даже если из меня выдавливают, я уже кончилась просто. Это веский повод уйти куда-нибудь одной и делать то, что мне нравится. Пить кофе в одиночестве, слушать музыку, просто гулять, ничего от себя не требовать, никакие себе там наполеоновские планы не ставить. Если есть такая возможность, день просто провести как тряпочка на диване, не знаю. Потому что всегда спокойная и счастливая мама намного лучше для ребенка, нежели нервная мама, но всегда, да, 24 на 7 с ребенком. Я же вас обманула. Получается, что тон я наносила последний раз на видео, когда снимала летом. Как вы думаете, наносить ли мне матовую помаду? Раньше я постоянно красилась матовой помадой. И напоследок я возьму такой чисто девчачий вопрос. Мы уже с вами тут все вроде бы девчонки собрались, да? Про менструальные чаши. Мне задали вопрос, знаю ли я, что это и пользовалась ли я ими когда-либо. Кто не знает, менструальные чаши это такая экологичная замена прокладок. Подробненько я о них узнала только во время беременности. Не совсем вовремя, потому что во время беременности, как вы понимаете, месячных нет. Пользоваться я ими тоже еще не пользовалась, потому что на грудном вскармливании менструации прекращаются. Ну, у кого как? Это довольно-таки индивидуальный вопрос. Как? У кого? Что? Когда начинается? Ну, как? Мне кажется, насколько я изучила этот вопрос, это вообще гениальная вещь, гениальное изобретение. И, возможно, даже я бы... Блин, господи, боже мой. Он просто полетел. Надо поскорее сюда уходить. Закончу ответ на свой вопрос. Когда мне эта тема будет актуальна, когда я их смогу потестировать, я бы даже сняла об этом видео. Ну, не именно о процессе и об использовании, но, в общем, о каких-то эко-бьюти-штучках. В общем, собрать, например, пять или семь каких-то таких штук, потестить вместе с вами. Не то, чтобы потестить. Я бы не стала тестить менструальные тяжи при всех. Ладно. В общем, рассказать о них, поподробнее показать, что это, как это, потому что мало кто вообще об этом говорит. И мне кажется, здорово такие темы поднимать. Напишите мне, что вы думаете по этому поводу. А я вроде бы закончила свой макияж. Насколько же непривычно видеть матовую помаду на мне. И пока все клопы мира, ну или хотя бы Сочи, не сели на меня и не решили стать соучастниками этого видео, наверное, буду с вами прощаться. Волосы мои уже подсохли. Дайте мне знать, как вам идея такой рубрики на моем канале. Подписывайтесь на мой Инстаграм. И улыбайтесь чаще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok